Как точить? За день Харитон Власов может заточить до 50 пар коньков. В среднем на одну пару уходит 2-3 минуты. За станком в сервис-центре он работает уже второй год. За это время о его необычном увлечении узнали почти все. В соцсетях есть фотографии, видео, кто чем занимается. Все между собой общаемся. Никаких тайн, никаких секретов нет. Ну да, катаюсь, но ничего такого. Я не вижу в этом ничего такого. Харитон единственный новосибирец, кто профессионально занимается скоростным спуском на коньках. В этот вид спорта воспитанник Сибири пришел из большого хоккея, как говорит, случайно. И очень скоро попал в национальную команду. К соревнованиям по крэшт-айсу Харитон готовится после работы. Вот и сегодня, ближе к полуночи, очередная тренировка. Только хоккейный лед не заменит ледяную гору. Гора, она и есть гора. Повторить те же самые элементы на плотском льду, который приходится преодолевать на горе, это просто нереально, просто невозможно. Поэтому нужна горка. Горки, к сожалению, у нас в России нет. Ну вот если бы нашелся бы какой-нибудь подрядчик. Резкие спуски и подъемы, многочисленные препятствия, трамплины, крутые повороты и скорость под 70 км в час. Вот что каждый раз приходится преодолевать Харитону. Страшно, а что делать? Свой первый спуск помнит до сих пор. По телевизору смотришь, ну а что такого там, катишься, прыгнул, подпрыгнул, приземлился, побежал дальше, ничего сложного. А когда увидел ее на самом деле, тогда уже сразу свое мнение поменял. А когда поехал с нее первый раз, то тем более я понял, что вляпался я в такую авантюру, что нужно готовиться, тренироваться очень серьезно. Харитон готовится упорно. Помимо льда, у него еще тренажерный зал, а летом ролики. Первый этап чемпионата мира уже в конце января в Штатах. За год четыре старта. И если в первых трех соревнованиях его участие сомнений не вызывает, то финал в Канаде до сих пор под вопросом. Харитону просто не на что ехать. Билеты до Эдмонтона стоят от 80 тысяч. Он и его партнер по команде Андрей Лавров создали сайт, где собирают деньги на поездку. Спортсмены будут рады спонсорам и обещают благотворителям подарки. Положили там на нас еще определенную сумму. Мы после этого привозим какие-то подарки, где-то открытка, где-то майка, шлем, что-то из собственной формы с автографами мировых спортсменов. Сейчас Харитон на 26-м месте в мировом рейтинге, но хочет подняться выше. Пока что его лучшие результаты – восьмое место на этапе Финляндии в прошлом году и седьмое в Нидерландах в позапрошлом. Спортсмен готов побить личный рекорд и продвинуться на по турнирной таблице. Только для этого нужно поехать на финал чемпионата мира в Канаду.